Настоящая легенда у меня сегодня в гостях Тоже врут А никто не болел ковидом? Ну как же, я два раза болела Да не ковидом вы болели, а чем-то другим Ну вы же как-то узнали, что Земля плоская Ну это же видно А вы инопланетян, вы верите? Что сделать России, чтобы одолеть Америку? Рухнет пол Америки Славься отечество Юрий Лоза Певец и композитор, прославившийся в 80-е хитом «Плод» Сейчас к Лозе пришла новая волна популярности Благодаря высказываниям на самые разные темы От скандалов в шоу-бизнесе до теории о плоской Земле Ну настоящая легенда у меня сегодня в гостях Я очень долго вас ждала Юрий Лоза Здравствуйте, Юрий Здравствуйте Как вы сейчас переживаете это непростое время Для нашей страны и всех, кто в ней живет? Да как и все Смотрю новости, анализирую Что-то пишу постоянно Я же пишущий Каждый день что-то выдаю в интернет Записываю какие-то ролики Немножко пою иногда Но редко, потому что сейчас Общая ситуация такая, что если кто-то где-то будет праздновать С него просто могут спросить Скажут, ну что ты разгулялся В столь тяжелое время Да ладно Все, я смотрю, празднуют и выходят, пожалуйста, сюда Празднуют как? Вот скажем, митинги какие-то, праздники патриотического толка Вот меня зовут на 9 мая выступить на площади Это же немножко другое торжество Я говорю, что если кто-то частным образом начнет гулять сейчас Его могут просто спросить Если у тебя много денег, почему не пошлюшь, скажем, не поможешь нашим ребятам? Это же потом все равно как-то где-то записывается, где-то все учитывается И могут задать вопросы Поэтому народ побаивается А вы побаиваетесь? А мне чего бояться? Мне 68 лет Я уже, в принципе, отбоялся свое давно Я и в 91-м не боялся, в 93-м не боялся И потом не боялся ни разу Вот вы сказали, что вы пишете Я видела ваши посты в Фейсбуке А сейчас что? Ведь Фейсбук считается запрещенными Ну, Фейсбук это же не единственная площадка Есть ВКонтакте, есть сообщество в том же Ютьюбе Если писать Вот где вы обитаете сейчас? Ну, сейчас в Ютьюбе в сообществе меня можно найти Сообщество это посты? Можно найти в Телеграмме Телеграмм, Телеграмм, Одноклассники, ВКонтакте То есть 4 площадки вполне хватает для того, чтобы донести какую-либо мысль А к какой площадке больше тяготеете все-таки? Потому что везде писать все, это тоже какой-то бред получается Люди все не в состоянии Я даю один какой-то постик, я его размножаю на все площадки и все А потом они уже сами рубятся там У меня, как правило, там, ну, чтобы было где-то меньше сотни комментариев Я такого не помню Я разрешаю комментировать и начинается рубка Как правило, спорят между собой все Один за, другой против и начинается там у них полемика Я смотрю со стороны, самые хамоватые убираю Убираю самые тупые какие-то, самые грубые высказывания И совсем не относящиеся к теме тоже убираю То есть цензура у вас там есть такая? Ну я как бы так над схваткой, скажем так Но вы понимаете, что людям надо высказываться как-то А своя площадка, скажем, работает слабо Он заходит к лозе и начинает комментировать, например Донося какую-то свою идею Ты ему говоришь там о ситуации на Украине А в комментариях может спокойно быть что-нибудь там о кошках Или о том, что у них рубят лес Ну, все что угодно может быть А ролики, вот вы сказали, ролики вы записываете Да Где они сейчас появляются? В Ютубе? Они в Ютубе, но единственное, что если раньше это как-то монетизировалось То сейчас это просто так хобби называется Хобби для успокоения души и чтобы народ смотрел Потому что Ютуб раньше была коммерческая площадка в какой-то степени Ну скажем, вот ролик, если он появлялся в Ютубе И его посмотрело 10 тысяч человек То ты получал свои там 10 центов За просмотр от рекламы То сейчас рекламу россиян убрали То есть нам не дают зарабатывать на Ютубе ни копейки И поэтому то, что у меня там появляется Это только вот просто сделать людям приятное Как-то напомнить о себе Ну или донести какую-то хорошую мысль Я подумал, а страна наша Вот на что она похожа И больше всего мне понравилось сравнение нашей страны с пирогом Такой слоеный пирог Где различные вот эти слои, прослойки И сверху такой тоненький слой глазури А вас расстраивает вот это все? Ограничения, запреты каких-то социальных сетей? Вы понимаете, в чем дело? Все эти ограничения, они, конечно, абсолютно бессмысленные и очень тупые Я не понимаю отмена гражданских рейсов Они как-то помогают Украине воевать? Я не могу это понять Это что, борьба с чем-то? Вот это я никак не могу понять Или, скажем, взяли, перекрыли рекламу Теперь меньше народ смотрит Ну, закрыли там Инстаграм, закрыли... У меня в Инстаграме тоже был, кстати, свой каналчик В Фейсбуке запретили рекламироваться и получать деньги От этого как-то легче стало украинцам, я не пойму Так ведь запрещает как раз-таки Россия И Инстаграм запретили именно в России, наши А Инстаграм почему запретили? Потому что выдвинули определенные требования Все в мире выдвигают какие-либо требования Поехала Валерия в Лондон работать И Пригожин рассказывал Вот мы сидели, как-то общались на эту тему Англичане запросили У нее весь список песен, все тексты песен И что она будет говорить между песнями И поставили жесткое условие Чтобы не было ни одной песни о России Чтобы она ни разу не сказала, что я люблю свою страну То есть, понимаете, эти запреты существуют во всем мире Вот британцы считают, что мы не имеем права петь о своей стране Представляете, приехал бы Меремытье, а ей сказали, что про Париж петь нельзя Ну, это же бред Ну, о чем еще петь должен артист, кроме как о своей стране О березках, о своих соотечественниках То есть, эта глупость, она существовала всегда Как только мы ввели эти все запреты Нас тут же обвинили в каком-то мракобесии И так далее Мы же сделали то же самое Мы точно так же запретили им говорить то, что нам не нравится Но почему им взять и не выполнить наши требования Ведь Валерия же выполнила требования Целая машина работает сейчас на создание образа плохого русского Нас же объявили империей зла И когда Америка сказала, что ату их Все на нас набросились Все положительное, что идет от России Все отрезается И все негативное выпячивается Скажем, последние вот эти фейки Связанные с расстрелами пленных Якобы россиянами Или расстрелами мирных жителей Опять же, якобы россиянами Ну, понятно же, что они фейковые Ну, а как вы сами определяете, что фейка, что нет? Ведь мы можем просто смотреть то, что нам показывают Любой человек, который имеет, ну, скажем, какие-то склонности к анализу Может взять и сопоставить несколько фактов У меня высшее экономическое статистическое образование Я МСИ заканчивал Нас учили работать с информацией Классифицировать ее, систематизировать И делать соответствующие выводы Если я систематизирую информацию и составляю там А плюс Б складываю У меня получается какая-то картинка Эта картинка, она должна соответствовать логике Если она не соответствует, я начинаю ее проверять Почему? Потому что Никакая информация, идущая из одного источника Не может считаться априори достоверной Обязательно надо проверить ее По другим каналам, по другим источникам И когда я смотрю независимых всяких блогеров Вот кричат, ваши там, варвары Разбомбили там все И я вдруг беру этот город Набираю его в Ютубе, забиваю И выясняется, местный блогер едет по этим улицам И снимает все это на мобильный телефон И я все жду, где эти разрушения, где эти страшные Страшные вот эти картины Вот эти вот времен предыдущей войны Чтобы там вот эти руины все эти, где нету этих руин И когда мне оттуда пишет человек, что мы сидим в подвалах И нас бомбят И я вижу вот ролик, который только что выложил Твой соотечественник, проезжая по этой же улице Я говорю, кто тебе сказал? Где ты это берешь? Значит, ты это выдумываешь То есть я сопоставляю Давайте немножко о вашей жизни Как она изменилась за последние пару месяцев? Изменилась все Ну, во-первых, нам запретили куда-либо летать Ну, скажем, Европа для нас закрыта сейчас Значит, на... До этого летали часто? Вы как-то... Ну, бывало, что мы летали, скажем, мы раз в год с женой куда-нибудь выбирались Скажем, до этого летали Ну, то в Рим, то, скажем, в Лион слетали там Еще куда-то Тут какие-то места, которые хотелось бы посмотреть Сейчас все они перекрыты Соответственно, все путешествия мы замыкаем на собственную страну А вы страдаете без путешествий? Ну, сейчас нет, потому что мы все-таки можем ездить И у нас здесь достаточно легко А куда? Какие вот места вам нравятся? Пусть в Крым, пожалуйста, взял, поехал по трассе М4 Сел на машину и поехал в Крым В Сочи взял и поехал То есть на юг мы можем приехать к тому же самому морю И дорогу-то построили Мы вначале заговорили с вами про Ютуб Я бы хотела узнать, кого вы сами смотрите на Ютубе? Каких блогеров? Ну, сейчас смотрю аналитиков таких серьезных Ну, подоляка очень хорошо говорит и правильно Ну, у него там миллионы подписчиков, все его смотрят Он такой, как аналитик, наверное, самый такой Самый честный и самый правильный Потому что он тоже собирает информацию активно У него очень много поступающей информации, которую он обрабатывает И выдает ее в каком-то более-менее доступном виде и очень коротко То есть он не заставляет нас часами сидеть и анализировать А сам выдает сжато А что-то из развлекательного контента? Вот с этим сложнее Почему? Потому что сейчас развлекательный контент Он весь, как это он сейчас неправильный, что ли, мне кажется Почему? Потому что у нас изменился сам подход к юмору Если раньше Жванецкий считался смешным сатириком То сейчас монологи Жванецкого уже не воспринимаются как юмор Почему? Потому что, как говорят сами вот эти сегодняшние юмористы Очень низкая плотность юмора То есть нет каждой шутки Шутка за шуткой должна идти У нас сейчас, смотрите, все в медиапространстве Фильмы идут с клиповым монтажом Клиповый монтаж Он откуда берется? Целая программа для сценаристов существует То есть вы создаете фильм Фильм, пишете сценарий То вам через какое-то время напоминают Что нужно обязательно кого-то убить Кто-то должен там упасть откуда-нибудь В общем, действие какое-то случилось Случиться должно быть Фильмы Тарковского сейчас никто снимать уже не будет Такие, как Тарковский снимал С длинными проездами, какими-то крупными планами Это никому не надо Все идет очень быстро Все обыстряется Также обыстряется природа юмора Она сейчас, вот они обязаны шутить Шутка за шуткой Не важно, хорошая она, плохая Главное, чтобы они были Плотность этого юмора такая Серьезная А кто из юмористов вам нравится? Да никто Поймите, что... Вообще никто? Да никто сейчас, почему, опять же, объясню А что было дальше, вы смотрите? Я был там на передаче 26 миллионов просмотров Ну вот, это современный юмор Вы думаете, я их смотрю? Тоже мне сказал, что я смотрю Я там участвую Ага Они меня позвали, я пришел, поучаствовал Ну хорошо, а когда сидели, вам уровень юмора понравился? Я знал, на что иду Я их попросил не материться А я знал, что они будут Им надо шутить Понимаете, у них работа такая Когда человек обязан шутить То у него получается все это криво, косо Почему? Я говорю, как человек, который понимает У меня в моей книжке есть такой раздел Называется «Песенный юмор» Когда я его писал, я перелопатил все анекдоты Ну, как бы все сайты с анекдотами просмотрел И понял, что я знаю все анекдоты вообще Так вот, я удивился Оказывается, природа юмора – это не такая простая вещь И очень серьезные люди об этом писали Об этом написаны серьезные трактаты и так далее Так вот, выяснилось, что юмор как таковой Не всем не всегда нравился Он не нравился Аристотелю, не нравился Платону Почему? Потому что в юморе всегда есть унижение одного человека другим Всегда немножко снисходительное отношение кого-то к кому-то То есть, если мы над кем-то смеемся Значит, мы ставим себя выше его А иначе мы не будем над этим смеяться Есть вторая, допустим, составляющая юмора Это, которая идет от резкого испуга От удивления То есть, вы стояли вдруг сзади Хлясь вас Кто-то там И все ржут вокруг Ха-ха-ха-ха-ха-ха Но дело в том, что человек, которого напугали Им уже не смешно Ну и третья природа юмора – это действие Вот когда я смотрю Бастера Кейтона, смотрю Чарли Чаплина Это вот люди, от которых пошло вот это все Кинематографическое восприятие и юмора через действие Так вот, когда человек падает головенкой об асфальт И идет дикая ржака, то мне не смешно И я тоже им говорю, ребят, на ЧБД я им сейчас сказал Говорю, смеяться надо всем нельзя А вам приходится это делать в силу профессии Вы начинаете ржать по любому поводу Иначе вас не поймут Иначе за что вы получаете деньги А на некоторые темы лучше не шутить А лучшие темы лучше не пытаться даже выставлять в комическом середине А на какие темы нельзя шутить, по-вашему мнению? Ну вот я же говорю, упала, бабушка упала, допустим, сломала шейку бедра Ну кто над этим ржет? Подождите Как? Очень много роликов у вас, как люди падают Он едет на мотоцикле вдруг раз, у него мотоцикл воткнулся А он полетел дальше И головенкой об асфальт крясь, и ржака такая Очень смешно головенкой об асфальт Ну у нас, я говорю тоже, ребята, оборжешься просто У нас охранник в доме, 50 лет мужик, консьерж Шел на работу, его убило деревом Вот опохочешься Ну а кто над этим смеялся? Подождите Ну как? Если сейчас снять этот эпизод Как мужик идет, на него дерево падает И будет внизу, ха-ха-ха, подложен смех Это что за блогеры так делают? Да не так все делают сейчас Посмотрите, те ролики, которые идут сейчас, вот, например Ролики из интернета Сколько там всяких падений Сколько там вот именно нанесения травм Я понимаю, когда человек сам придумал это все Это еще можно как-то посмотреть, улыбнуться И посмеяться над его глупостью Вот он взял человек, петарду какую-то, зажег такую там, петарду И смотрит туда, она раз ему в лоб Ну понятно, что тупой Ты над ним смеешься, но в этот момент все равно Ты считаешь себя выше его Ты же знаешь, что ты-то голову не подставишь Ты понимаешь, что он глупый, ты нет Понимаете, вот юмор это очень сложная вещь А сами как реагируете, когда шутят над вами? Понимаете, в чем дело? Я практически не знаю о себе ни одной хорошей шутки Вот, например, я читал о себе хороший пирожок То есть стишки пирожки, а есть стишки порошки еще такие Вот мне один понравился порошок такой Сынок, с лозой поосторожней Ты его создание плод Ведь мы с отцом тебя зачали под плод Это вам понравилось? Понравилось А что не нравится? А не нравится, когда ругают Непонятно за что Люди не понимают то, что я хочу сказать Не понимают, и поэтому естественная реакция Ты тупой Иди там, выпей таблетки Дед, иди выпей таблетки Хороший способ, знаете, полемизировать Я ему говорю, привожу аргументы, факты А тебе в ответ довод-контрдовод Дед, иди выпей таблетки Вчера вы написали пост о том, что вас обидели на одном из телеканалов Правильно, но там же была тема определенная Плоская земля И вас сюда позвали как эксперта Как эксперта, да Час меня снимали А потом оставили минуту И причем оставили минуту, где я без петлички Не подключенный микрофон И у меня голос как из-за угла Все говорят нормальными голосами А глаза говорят так Му-му-му-му-му Вы допускаете что-то сделали специально? Специально обязательно Потому что в НТВ меня терпеть не могут Они меня просто ненавидят А зачем зовут? Вот это загадка для меня Последний раз они меня до этого Как они меня опустили Они пригласили на передачу под названием Там, звезды сошлись, по-моему Сидит там 20-30 артистов Каждого из них по очереди Обсуждают Показывают фильм, снятый заранее О котором знает этот артист То есть они заранее приехали Сняли какой-то эпизод Ко мне никто не приезжал И вот идет этот Каждого артиста Доходит очередь до меня Меня объявляют Вся аудитория встает Начинают аплодировать Мои коллеги Я думаю, ну нормально, что? Начинают со мной общаться Что остается от всего этого общения? Они оставили фразу Которую нашли в старой-старой записи Ну то есть я же говорю какие-то вещи Я же не помню, говорил я это Пять лет назад или нет Так вот они специально Перерыли все Нашли эту фразу И два раза ее показали Дали мне кусок фильма Меня не предупредив И получилось, что они убрали Все хорошее, что там было А оставили один маленький кусочек Где Лоза два раза повторяет одно и то же Что получается? У Лозы маленький словарный запас Он толдычит одно и то же А как вы думаете, почему они так делают? И за что вас ненавидят на ТВ? Ну я не знаю, за что меня ненавидит руководство канала Откуда я знаю? Может я что-то когда-то о них нелицеприятное ставил Ну за что меня ненавидит, скажем, первый канал? Я знаю за что У меня идут суды с ними У меня сейчас будут они вот подали апелляцию А предмет судов? Ну они просто без моего ведома взяли Включили мою песню в программу Хотя я запретил это делать И они знали, что я запретил Но я подал в суд, а что делать еще? И какие были после этого санкции? Вас не показывают, во-первых Да меня и так не показывали до этого Ваня Ургант, ну, раз в месяц Обязательно Лозу вспоминает в негативном ключе Шутит? Ну якобы шутит Он считает Нет, он же не сам шутит Вы понимаете, в чем еще Там сидит команда юмористов Взрослых дядь, которые пишут все эти шутки Ваня их озвучивает Он же не думает о том, что там он говорит Говорят, что Иван, наоборот, импровизирует много Кто вам такое сказал? Ну в свое время Они когда еще сидели в этом У них была такая программа Прожектор Перис Хилтон И приносили они туда Доренко И он взял эти тайны все выдал Ныне покойный Доренко Он сказал, что программу снимали Четыре с половиной часа Что все шутки разослали им за три дня Что якобы они такие остроумные Что взяли самые лучшие дубли из этих шуток Что по десять раз все снимают Самые лучшие потом выбирают Это программа американская вообще У Вани Урганта Американские программы снимаются По определенным лекалам Там все расписано Как сидит ведущий Где стоит его чашка Что он говорит На что шутить, на что не шутить Они же продают не просто программу Они же продают программу Со всеми сопроводительными документами А вы вообще считаете Ивана Урганта талантливым? Понимаете, тут все относительно Мы не можем проверить талантливость актера Пока он не сыграет какую-то значительную роль Вот говорят актер такой талантливый Подождите секундочку А есть фильм, в котором можно это оценить? Вот мы говорим Ульянов великий актер Но ведь есть же фильмы, в которых он сыграл Эти фильмы великие Если актер играет в посредственном фильме Или играет в какой-то там проходящей Сериальной какой-нибудь фигне Он не может теоретически раскрыться как актер Для того, чтобы появились великие актеры Надо, чтобы появились великие режиссеры Великие фильмы А как вы вообще относитесь к звездам, которые покинули Россию? Но не просто тихо уехали, а еще сделали оттуда заявление О том, что они отказываются от звания народных артистов О том, что им стыдно быть русскими Я говорю про Чулпан, Хаматов, про Реппера, Флейса Очень хорошее выражение есть у Казьмы Проскова Он говорит, если хочешь быть генералом, будь им Но, скажем, мы можем перефразировать Не хочешь быть генералом, генералом, не будь им Ну не хочешь быть русским, ну не будь русским Кто ж тебя заставляет быть русским? Ну езжай в другую страну и стань эстонцем, латышом, поляком Ну пожалуйста, езжай, становись Никто же не может тебе диктовать, скажем, русскость И вкладывать в тебя русскость Ну нет, ушла она из тебя, ну и хорошо Езжай, живи где хочешь Но вы писали посты, где гораздо в более жесткой форме отзывались об этих поступках Как? Я никогда никого не осуждаю Православная традиция, она может позволить осуждать поступок Но самого человека осуждать мы не имеем права Потому что этот поступок мог быть совершен в силу причин, ну неодолимых каких-то Дело в том, что обстоятельства, которые продиктовали этот поступок Человек мог, скажем, поставлен в такую ситуацию, что по-другому поступить не мог Потому что у человека, мы не знаем, почему он так сделал Но сам поступок обсуждать мы можем Поэтому, скажем, ругать страну, которая тебя взрастила, я считаю неправильно Ты, опять же, не знаешь, как артист, ты не знаешь всего за кулиси того, что происходит в мировой политике Ну ты знаешь то, что происходит у тебя за кулисами Но то, что у них там происходит, мы же не знаем Осуждать те или иные действия мы не можем, потому что мы не знаем причин этих действий Не знаем, что за это повлекло Ну они же озвучивали причины своих действий, и Чулпан Хаматова, и этот фейс Нет, я бы на другом говорил Чулпан Хаматова может о своих действиях Но она же обсуждает страну и осуждает страну И людей, которые принимают решения от имени страны Я не знаю, что повлекло за собой то или другое решение, скажем, министра обороны Министра иностранных дел или Путина Я же не знаю этого Мы же, если мы были в курсе все, тогда мы могли как-то об этом судить Поэтому они совершают эти действия, мы их выбрали Они действуют и от моего лица тоже От лица своих избирателей У нас там очень высокий рейтинг сейчас у Путина Я знаю, что за него тогда проголосовало Как бы там ни говорили о каких-либо накрутках, но он однозначно победил Значит, большинство нашего народа за него проголосовало Я часть этого народа, я всегда был с народом Если я понимаю, что правители наши, там, наша правительство совершает какие-то шаги Я могу об этом говорить, но не более того Но осуждать я, наверное, все-таки не имею права Давайте изберем другого, если нам не нравится это правительство Давайте на следующих выборах изберем других Которые нам нравятся Это же так просто Почему я всегда был против, скажем, вот этого Майдана Против этого переворота, который в 2014 году состоялся на Украине Ребята, у вас через три месяца выборы были Ну, избрали бы другого президента Зачем устраивать этот бардак? Зачем выводить нациков на трибуну? Зачем потом бомбить Донбасс 8 лет? Зачем жечь людей в Доме профсоюзов в Одесском? Этого всего можно было обойтись Спокойно, поступательно, совершая определенные действия Так же и здесь, я говорю, если вам что-то не нравится в нашей стране Давайте поступательно будем совершать какие-то действия Но вставать в позу, кричать, что мне стыдно быть русским А почему стыдно? Мне, допустим, узнают, что и Чайковский, и Достоевский, и Рахманинов Это все русские И я с ними, находясь в одном, скажем так, цивилизационном поле Под названием Россия, русский мир Мне не стыдно быть с ними в одном поле В Госдуме выдвинули идею о том, чтобы запретить вообще всем покинувшим Россию сюда возвращаться Ну, люди просто некоторые в отпуск уехали, как им запрещать? Если он уехал... Имеется в виду, имеют в виду наверняка людей, которые выступили оттуда с какими-то заявлениями Спросить можно, может, они и раскаяться могут Вы смотрите, если вы возьмете Евангелие и посмотрите Пришел к тебе блудный сын, ну, прими его, если он раскаялся искренне А вы думаете, кто-то из них раскается? Ну, я не знаю, спросить надо Если он придет, скажет, извините, был неправ Ну, понесло, бес попутал Почему? Можно и прощать Если вернется обратно Моргенштерн, нужно его возвращать? Я не знаю, опять же У него есть свои поклонники Дело в том, что к нему уже определенные претензии были И до того, как За то, что он делает, то, что он говорит Это же не обязательно связано с последними вот этими Событиями последнего месяца Он и раньше был под вопросом такой парень А вам он нравится вообще? Ну, как он мне может быть нравственным? Как он мне может нравиться? С музыкальной точки зрения Ну, объясните мне Ну, скажем, я композитор Я написал музыку к фильму Я написал там около сотни песен Я знаю, как это делается Я профессиональный звукорежиссер У меня одна из первых частных студий появилась Я вот сидел за пультом там более тысячи часов Я профессиональный поэт Профессиональный текстовик Я написал в этом книгу Я эти предметы все знаю Ну, как профессионал Все, что делает Моргенштерн Непрофессионально А что там? Вот мне, как дилетанту музыки Объясните, что там непрофессионально Я слышу звуки Я слышу какой-то бодрый бит Все там на этих концертах, не знаю Ну, я вам говорю, как человек, который Как специалист, как профессионал Биты берутся в интернете Они как кирпичики Вы можете не обладать музыкальным слухом И можете составлять Длиннющие биты для дискотек По 40 минут То есть они все есть Это лупики такие Кирпичики Ставите кирпич Повторите 10 раз 10 раз Раз, 20 раз В этом лупе написано Вы ставите его 10 раз Он лупит Подставляете к нему точно такую же На вторую дорожку Бас Он говорит Все Вы создали трек Если вы сверху еще крякнете что-то, вякнете, запоете или там добавите... Но у Моргенштерна есть же мелодии. Кадиллак, кадиллак, это новый... Вы же это не мелодия, разве? Вы понимаете, что любые две ноты – это мелодия. Одна нота – это тоже мелодия. А сколько нот должно быть мелодии минимум? Мелодия – это то, что запоминается, то, что надо спеть. Ну вот я же запомнила. Это требует каких-то вокальных данных. Вокальные данные – это другое. Но есть еще современная музыка, где вот сейчас модно именно это. Еще раз говорю, когда мне говорят, что рэп – это музыка, ребята, я все время говорю, подождите секундочку, музыка и рэп – разные вот по каким параметрам. Очень легко определить, что такое музыка, что нет. Зайдите в класс и попросите школьников в классе кого-нибудь исполнить какое-нибудь музыкальное произведение на любом инструменте. Выяснится, что этого не может никто из класса. Спросите, кто из них может прочитать рэп. Все. Понимаете, да? Может, это просто народное искусство? Никакого народного искусства в этом нет. Это американское народное, афроамериканское народное искусство. Там, где они читают, они же не поют. Рэпер не опускается до выпивания каких-то. Но когда они рифмуют, это же не сочинение стишков. Они мне сами говорят, какие стишки, шмышки, мы рифмуем. А есть кто-то в современном шоу-бизнесе, кто вам нравится и кого вы считаете музыкой? Ну, вообще, во-первых, я очень люблю мелодичную всякую музыку. Мне главное, чтобы в ней была вот эта мелодическая, гармоническая основа. Поэтому хорошая музыка или плохая для меня, для меня лично определяется наличием в ней красивой мелодии, красивого аккомпанемента. А если это русская музыка, то еще и толкового текста. Я просто хочу знать, что музыка, а что нет. Вот назовите мне у кого... Ну, возьмите любое произведение Трофима. Трофим. Да, нормально, нормально. Какие-то нравятся больше, какие-то меньше. Но то, что он музыкант, однозначно. То, что он текстовик, однозначно. Возьмите Олега Митяева, любые произведения. Но это вы определенный жанр имеете в виду. Какой же? Я вам еще раз говорю, что в каждом жанре. Возьмите, у Меладзе есть несколько превосходных мелодий. Есть очень удачные тексты. Константина имеется в виду. Константина, это больше, чем Валерий. У него есть несколько проектов. У него есть очень удачные произведения. Скажем, и так далее, и так далее. У всех есть какие-то удачные. Есть и у Дробыши, и у Крутого. У всех композиторов очень удачные какие-то. И у Матвиенко удачные песни. Кто-то говорит, что мы их не пишем. Мы их пишем, у нас полно толковых композиторов. А какую свою песню вы считаете самой удачной? Тоже нельзя сказать. Вы понимаете, что настроение человека меняется даже на протяжении одного дня. Что вы своей удачей считаете? Ну, у меня очень много хороших песен. Вот этот диск, который я вам подарил, там 58 песен. Это половина где-то из того, что мною написано. Это песни, которые я отобрал сам. Они все более-менее удачные. Но опять же, если она попадет вам в настроение... Вот у меня один человек говорит, ты знаешь, раньше ты хорошие песни писал, а сейчас как-то не вкатывает. А хорошее это он про плод? Нет, 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 про песни вообще. Я говорю, а как ты раньше слушал? Он говорит, ой, я помню, как мы с девочкой выгнали всех подруг в комнате, в общежитии она жила не одна. И мы из комнаты всех выгнали, шторки задернули. Хорошая бутылочка вина, поставили лозу. Свечки зажгли, так оттянулись, классно. И песни так вкатили. Я говорю, а это старые. А новые как? Он в машине включил, что-то не вкатил. Я говорю, так ты сделай что? Возьми новые песни. С девочкой 19 лет. Останьтесь одни в этой комнате. Задерни шторки, включи, поставь свечи, зажги хорошую бутылочку вина и поставь новые песни лозы. Они тоже так же вкатят. Сейчас от артистов требуют какой-никакой на позиции. А как вы считаете, правильно требовать вообще от артистов того, чтобы они делали какие-то политические заявления? Я не помню, кто сказал. Деникин, по-моему, что не трогайте артистов, ямщиков и проституток. Они при любой власти нужны, и они никаким образом не влияют ни на что. То есть артисты, люди вертикальной профессии, они работают для всех. И вверху, и внизу. Вот я человек вертикальной профессии. Я работал и в зонах, и для президента. Ну, всю страну. Я наблюдаю, я всегда нужен. Когда нужно спеть что-то, вот им глаза. Но вовсе не значит, что я могу каким-то образом влиять на что-то. Вовсе не значит, что я должен высказывать какую-то свою точку зрения, и к ней кто-то должен прислушиваться. То есть артист, у него статус такой, как у ямщиков, извозчиков, проституток. У них определенный статус людей с вертикальной профессией. Они не могут быть узкими специалистами, которые разбираются хорошо в какой-либо теме. Почему? Потому что если вы берете артиста, для того, чтобы он стал хорошим артистом, он должен очень долго играть гаммы. Вместо того, чтобы читать книжки по политэкономии, он играет гаммы. Ну, к спортсменам тоже самое отношение. Вот спортсмен, у него две тренировки в день с переездами, ему надо отдыхать, спать между тренировками, есть, спать и тренироваться. Каким образом он может разбираться в мировой экономике? Так получается, вообще тогда никому не надо высказывать свою точку зрения? Почему? Есть же специалисты. То есть говорить могут только специалисты? Ну, вообще, в принципе, говорить могут все, но прислушиваться надо к специалистам, которые владеют информацией. Я не владею настолько этой информацией, чтобы высказывать свое собственное мнение. О том, что я знаю, я говорю. Мне говорят, что ты и так слишком много комментируешь, что ты вот там везде эксперт. Ну, вы вспомните, я же никогда не учил чинить мотоцикл, печку-лебяку, допустим. Я в этом ничего не понимаю. Но есть вещи, в которых я разбираюсь более-менее, в которых я уже считаю специалистами, потому что я закончил экономико-экономический институт. Я учился на геофаке, на отделении гидрологии суши. Я служил в ракетных войсках. Я знаю, как заправлять ракету, как устроено электрооборудование ракеты. 8К-64 уже могу об этом говорить. А в космосе вы хорошо разбираетесь? В каком космосе? Ну, астрономия, космонавтика. Понимаете, в чем дело? Вот когда начинаешь людям говорить простые объективные вещи, а эти люди отталкиваются от знаний шестого класса, которые получили в школе, то мы находимся немножко в разном статусе, что ли. Я 45 лет занимаюсь этой темой. Он не занимался этой темой совсем. Но он уверен, что знает, как все устроено. Он видит эту картинку, как устроена Земля. Что у нас есть ядро, потом мантия идет, потом идет вот эта вот горячая, а потом идет корочка земная. Вот он понимает, как. Он помнит эту картинку, где нарисованы магнитные полюса. Ему в детстве в учебнике показали. Когда ему начинаешь говорить простые вещи, говорю, ребят, эту книжку написал дяденька, который получил за нее деньги, которому сказали, как ее написать. Когда вы проверяли вот ту информацию, которую получили в школе. Он говорит, нет, не проверял. Я говорю, ну а как будешь со мной спорить с человеком? А как он мог проверить ее? Ну, я-то проверял. Я-то поступал в институт и уже проверял на опыте, на определенном. Я-то уже знаю, что вот эта картинка ложная. Что она врет. А расскажите, пожалуйста, про опыт про этот. Как вы проверили? Ну, вот если вы начинаете работать с водой, и вы вдруг начинаете понимать, что на шарообразной земле реки течь не могут. Ну, я прокладывал воду. Я ходил с Теодолитом. Я тащил реки вот эти, мерили мы все. Составляли вот эти карты. Я знаю, что речка не может течь на шарообразной земле. В мире нет ни одного макета, ни одной реки, которая бы учитывала загиб земли. Только на плоскости. Я могу сделать макет Волги в любом, ну, в любых размерах. Ни один человек, который будет делать это с учетом шарообразности, не сделает ни одного макета ни в каком размере. Почему? Потому что элементарное утверждение. Ребята, вода подчиняется законам. Когда вы начинаете с ней работать, вы узнаете, что закон сообщающихся сосудов и закон Паскаля – это два закона, по которым течет вода на плоскости. И они работают. Поэтому у нас две гидрологии. Гидрология суши, которая работает с водой на плоскости, и гидрология моря, которая утверждает, что земля закругляется, и туда вода закругляется вместе с ней. Но когда вы начинаете работать с водой, то у вас возникают вопросы. И вы начинаете искать на них ответы. И ответы вас сначала удивляют. А потом вы понимаете, что все логично. Что земля плоская. Вот и все. А почему это не доказано и не признано на каком-то научном уровне, если есть люди, как вы, которые это проверили и доказали? Давно проверено, доказано. Мало того, те люди, которые построили Акрополь, Капитолий, те люди, которые построили Москву и Санкт-Петербург, они верили в плоскую землю. До того, как была принята концепция вот этой шарообразной земли, весь мир верил в плоскую землю. Это те люди, которые дали нам календарь, по которому мы сейчас до сих пор живем. Карту звездного неба придумали люди, которые верили в плоскую землю. А в чем смысл сейчас скрывать, что земля плоская? Это очень просто на самом деле. Плоская земля подразумевает присутствие создателя. Она не могла образоваться сама из хаотичного взрыва. У нас же говорят, как, теория большого взрыва, которая лежит в основе всей гелезонтрической системы, этой нашей шарообразности всей этой. Что вот когда-то что-то взорвалось, разлетелось, из-за капельки, эти капельки застыли, получились наши планеты и так далее. Так вот, это возможно только притянуть за уши при наличии вот этой системы самой взрыв и хаотичное создание земли, что она создалась якобы сама. Плоскую землю нельзя хаотично создать. Значит, у нас есть создатель. Что это за собой влечет следующее? Если у нас есть создатель, то мы перед ним отвечаем, наверное. Если вы какое-то творение создали, ну вот ребенка родили, вы же смотрите за тем, как он растет, развивается. И вас интересует, как он себя ведет, правильно же? Точно так же, если нас создал кто-то, то он за нами наблюдает. Соответственно, это накладывает на нас определенные правила, то есть обязательства вести себя определенным образом. Если создателя нет, мы можем делать с этой планетой все, что хотим. Я не случайно спросила про космос и астрономию. Как же быть с полетами в космос? Откуда видно, что Земля круглая? Откуда видно? Космонавтам, которые туда летят. Вот смотрите, якобы они запустили такой большой телескоп «Хаббл», который черные дыры снимает. Простой вопрос. Почему его ни разу не повернули в сторону Земли? Ну, это же интересно посмотреть, как и мы. Ни у кого даже в голову не пришла идея повернуть телескоп «Хаббл» и показать реальные снимки Земли. Ту компьютерную графику, которую они выдают за съемки Земли, а ее давно разбабахали альтернативщики. Нашли уже все эти ляпы, рассказали, как это сделано. Имейте в виду, что космонавтам показывают какую-то картинку? Каким космонавтам? Которые летают в космос. Кто вам сказал, что куда-то летают? А куда они? Зайдите в фейковые космонавтики. Вы в Ютьюбе наберите. Или космические ляпы. И там вам куча всяких разных роликов показана, где вас... Ну, объясняют, что вас дурят. А как вы с людьми, которые своими глазами видели полеты космических ракет? Кто видел? Вы видели хоть один полет, который полетел бы в космос? Вот ракета вот стартует, да, все старты. Хоть одна ракета полетела туда. Все ракеты поднялись. Я ракетчик, я служил в ракетных частях. Ракеты все поднялись на определенную высоту. И потом легли. И полетели параллельно Земле. Куда легли? На параллельный курс. Все ракеты вот так вот летят. И летят дальше куда? Подождите. Если Земля плоская. Над Землей летят. А потом куда? Они падают тогда? Над Землей. Вы не знаете, сколько можно крутиться вокруг Земли. То есть они кругом летят, а плоская Земля, она что, как блин? Вот как у меня шоу? Блин, скорее всего. То есть вот так вот? Ну, большой блин, большое блюдо. Тогда скажите, какие государства, вот по краям, на которых заканчивается? Заканчивается все это ледяной стеной, Антарктидой. Туда не пускают. На край Земли нельзя прилететь. Почему? Всеобщее правило такое принято во всем мире. Нельзя попасть туда, вас просто не пустят. В Антарктиду? Да. Ну как же, люди туда ездят, даже путешествуют? Нет, нет, нет. Никто не путешествует. Кто им сказал? Запрещено, все исследования Антарктиды запрещены международной конвенцией. Никто не может объяснить, почему. Почему нельзя в Австралии идти в сторону Антарктиды? Тоже никто не закрыт. А как там запрещают? Подождите, но есть же какие-то путешествия куда-то? Да нет, какие путешествия. А что им выдают за Антарктиду? Вот это и выдают. Что? Ледяную стену? Ледяную стену вот эту, да. Ну как, они же не в стену врезаются, когда идут. Они доходят до стены, идут вдоль нее. Там леды, вот эти пингвинчики. Нет ни одного человека, который бы пошел до Южного полюса. Никто не ходил туда. Да у меня друзья ездили туда на экскурсию. На полюса. На какой полюс? Любой, на северный. А, на северный можно? Да, пожалуйста. А на южный? Ни в коем случае. Что на Южном полюсе такого, что туда нельзя? Все там не так. Ну там не так с температурой. Ну как вот я мог бы объяснить простую вещь? Если наша Земля шарообразна, если лучи Солнца летят 150 миллионов километров параллельно, то как вы Земли не крутите здесь, у нее на полюсах, допустим, зимой и летом при повороте должна быть одна температура. Но почему у вас на Южном полюсе она на 20 градусов среднегазовая ниже? Этого не может быть, если вам взять ту модель, которую нам рассказывают. Луна не может смотреть на вас одним и тем же боком, если брать ту теорию, которую вам пытаются... Подождите, а остальные планеты круглые? Никто не знает. Ну вы же как-то узнали, что Земля плоская. Ну это же видно. По ней текут реки по плоской Земле. А может там тоже съемки? Кто-то, я не знаю, какие они. Я же не говорю, что я знаю. Я говорю, я не знаю. Но я знаю, что Луна не вертится вокруг Земли за счет притяжения, потому что притяжения нет. Нет всемирного притяжения. Луна никаким образом, никаким образом к Земле не притягивается. Она закреплена где-то одним и тем же боком. Объясню почему. Если бы она просто болталась хаотично и поворачивалась, она же все время одним боком на вас смотрит. Представляете, вот она на вас смотрит. Если она будет вас облетать... Да. Луна же мы видим одну сторону Луны, другую мы не видим. Она очень жестко, точно смотрит на вас. Всегда одним и тем же боком. Ну вот смотрите, вот Луна облетает Землю, она же должна поворачиваться. Понимаете, да? Чтобы все время быть к Земле лицом, личиком. Может быть, она просто сама вращается? Правильно, они говорят, что она все время подворачивает. Но у нее гелиоцентрическая орбита. Она якобы летит, то быстрее поворачивается, то медленнее. Ни один математик не может эту орбиту рассчитать. Невозможно. Теоретически невозможно. Она не может болтаться. В мире нет ни одной действующей... Ни одного действующего макета, ни одной действующей вот этой системы солнечной нашей планетарной. Почему? Потому что ее невозможно создать. Все в планетариях, все эти вот системы, которые, они сделаны, как на плоской Земле. То есть у вас купол, крыша планетария, на ней закреплены звезды, как они закреплены. У нас тоже купол. Конечно, только большой. Когда вам говорят, что вот, вот, подкают вам картинку, вот лучи Солнца проходят, так расходятся через облаках. Вы на них смотрите так, знаете, лучи, красиво расходятся. Если они летят прямо 150 миллионов километров, долетают до облаков, почему они вдруг начинают расходиться? Луч, как мы знаем, идет прямо всегда. Ну, лазерная указка прямо светит. Любой луч, у нее свойства такие лететь прямо. Если они летели прямо, чего они вдруг начали расползаться? А если Солнце ближе, то все понятно. Если оно не на 150 миллионов километров, а на какое-то расстояние очень таком, небольшом. Скажите, а вы теорию вот о плоской Земле каким-то, не знаю, специалистам, научным деятелям, кто разбирается в космосе, кто все это изучает, показывали? Что они говорили? В интернете есть около 20 или 21 ролик, получасовой, снятых по книге Эрика Дубе. Называется «200 доказательств того, что Земля не шар». Общество плоской Земли существует уже более 150 лет. Семель-роботом, который провел первые вот эти эксперименты, вы смотрите, они все время упирают на что? Что корабль якобы заходит за горизонт. Ну, в роликах вы кучу увидите. Обнайдите, корабль не уходит за горизонт. Наберите просто. И вы увидите, вот корабль спрятался за горизонт. Подкрутили оптику, опять появился. Опять скрылся. Опять оптику подкрутили, взяли телескоп, снова вылез. Он не уходит за горизонт. Он по законам перспективы просто. Ведь смотрите, я все время пытаюсь людям объяснить. Когда мне пытаются доказать, что вот это происходит, я говорю, поймите, ведь у нас же суживаются объекты, вот они становятся маленькими. Они же сверху и снизу суживаются. Зачем Аристотелю, Копернику и другим научным деятелям было доказывать, что она круглая задолго-задолго до нас? Они не доказывали. Я вам еще раз говорю, Земля может быть круглая. Вы все время путаете разные понятия. Она может быть круглая. Ну, я имею в виду, Земля-шар. Да. Давайте так. Земля не шар, это все знали прекрасно. До Коперника все великолепно. Ну, как все знали, если я об этом от вас узнала? Он же мой. Ну, я же вам еще раз говорю, до Коперника все знали. Потом понадобилось что? Каким-то людям понадобилось стать хозяевами полноправными Земли. Не то, что вот кто-то над нами еще, создатель. А мы, хозяева, можем делать все, что хотим с этой планетой. А что это за люди? Мировое правительство. Неужели вы думаете, что мы живем, не подчиняясь мировым каким-то законам? Есть мировая экономика, которой мы подчиняемся. Кто входит в мировое правительство? Понятия не имею. Я что, специалист? Я знаю, что оно есть. Ну, как можно знать, что оно есть? Ну, какие-то люди. Какие-то. У меня высшее экономическое образование. Я говорю, как экономист, экономическая система мировая не может работать без общего руководства. Теоретически не может. Не может быть хаос, что тут одна экономика, здесь другая. Ее нужно каким-то образом все-таки управлять, этой системой. Если вы сейчас обрушите полностью, возьмете, уберете какую-то валюту, то у вас надеется мировой коллапс какой-то. Ни в коем случае. Говорят, давайте доллар обрушим. И что будет? Будет мировой коллапс. Скажите, а вы инопланетян, вы верите? Вот у меня здесь была в гостях Катя Лиль, которая приводила доказательства, присутствие, то, что они у нее похитили зубы, сейчас они продолжают с ней общаться. Чему все на меня уставились очень испуганно. Что-то произошло. Что произошло? И вдруг, я стала разбираться пока в своих мыслях, сестра говорит, открой свой рот, у тебя нет зуба. И причем пристала... Переднего? Вообще, говорит, нет зуба. Она говорит, у тебя нет зуба. То есть ей остали информацию. Я бы и не знала. Я бы только узнала, когда пошла чистить зубы на ночь. Но создатель, или вот в Коране написано, что у Аллаха, у него 99 имен. Сколько имен у создателей? Ну, наверное, 99 и есть. Все называют создателя по-разному. Все понимают, что кто-то создал. Во всех религиях мира говорится о создателе. А инополитяне все-таки существуют? Я же про это спросила. Скажите. Ну, вот создатель, он может быть таким же, как мы? Нет. Потому что мы вот такие, для того, чтобы... Нам ноги нужны, чтобы ходить по земле. Если ему не надо ходить к создателю по земле, значит, он уже другой. Ну, вот у меня, смотрите, вот такие человечки существуют, по мнению Кати Рид. А вот смотрите, вот что удивительно, ведь у нас же находят черепа до последней катастрофы, которая была 200 там чем-то лет назад, до последнего, до всемирного потопа. У нас же была более разнообразна наша человеческая природа. Поэтому сейчас находят вот эти черепа вытянутые. У нас здесь жили люди с вытянутыми черепами. Есть круглые черепа, вот это все есть тоже в интернете. Последнего гиганта удалось даже снять на телевидении в Окинаве. Восьмиметровый человек последний умер, уже когда телевидение работало. Были трехметровые люди, для которых сделаны вот эти вот двери в Кремле, допустим. Вот видите, Путину открывают ребята двери, стоят, у них ручки. А, это для трехметровых было сделано? Ну, это для трехметровых людей было. Но были еще и расы гигантов. А куда они делись вообще тогда, если для них даже двери в Кремле были? А, смотрите, я говорю, что последний гигант умер где-то в начале века. Как выяснилось потом, генетика объяснила нам, что существуют и законы популяции некоторые. Если популяция меньше, чем определенное число, они на мушках это определили, то популяция... На мушках. На мушках. Мушки там, дрозофилы какие-то, которых использовали для этого. Если взять какую-либо популяцию, оставить ее в маленьком количестве, она вымирает. Для того, чтобы популяция могла размножаться, нужно определенное количество особей. Если у вас после катастрофы осталось там в мире 10, 12, 15 больших людей, то они, конечно, исчезнут с лица Земли. Так же, как исчезли многие виды. Но если для трехметровых людей даже двери делали в Кремле, то их, наверное, много было. Их было много, но не настолько много. А отчего они умерли, как думаете? Ну как, катастрофа смыла всех. Остатки этих людей мы сейчас видим. Катя Гамова, Валуев. Это вот все вот... А, Валуев, это вот как раз потомок. Это вот оттуда. Это, да, один из... Но он не совсем прямой, может быть, потомок. Ну, у нас есть эти трехметровые... Но у него другая форма черепа, кстати. Два метра восемьдесят шесть, по-моему, последний был, который у нас из той расы, вот еще в начале века. Куча фотографий его. Два восемьдесят шесть он был, по-моему. Под три метра. Но у нас есть и маленькие. Есть же метр двадцать пигмеи. Мы разнообразные очень. Были более разнообразные раньше. Остались те, которые было больше всего. Кого больше всего было, те и доминируют. У нас вымерло очень много видов после катастрофы. Очень много видов растений. Скажем, вот, опять же, в книгах старых написано, что люди питались другими продуктами раньше. И они были основой земледелия. И они по-другому как бы эксплуатировались вообще эти земли. Ну, мы... Вы же катастрофу видите в Москве. Вы же видите засыпанные окна все эти. Елки выйдет. Ну, проедьте по Москве, по центру города, и увидите здания, у которых первый этаж засыпан землей. У нас откапывали политехнический музей. У него первый этаж на восемь метров засыпан, или на семь. Ну, не могут у вас двери выходить в землю, упираться. Ну, слой земли лег. Волна шла, огромная волна. Тащила за собой огромное количество глины. В Москве? Конечно, по всему миру. Почему в Москве? Везде. В Праге, в Риме, в Варне, везде. Я просто наводнение в Москве не помню, честно говоря. А никто вам не расскажет об этом. То есть они были когда... Ночью, пока все спали? Господи, 200 с чем-то лет назад была страшная катастрофа. Она описана фрагментарно, в куче роликов, в куче всяких книг и так далее. Когда три дня не было света вообще никакого. То есть практически было три дня ночи. Потом был три года холод. Когда всю землю засыпало. Вы знаете, что на Урале не было лесов после этой катастрофы. У нас леса начали подниматься более-менее только к середине 19 века. Вы знаете, весь мир другой. Вы поймите, что вы на самом деле тоже разочаровывались в этом мире и в тех установках, которые получали. Скажем, в детстве. Вам говорили, что ваши родители самые умные. Когда вы стали, скажем, когда вам было 14-15, вы уже поняли, что они шнурки, что это отстой, что они ничего в этой жизни не понимают. Как все молодые люди. Я по себе сужу. Я в детстве считал, что у меня папа самый умный, а в 14 лет я уже считал, что это же предки. Предки ничего не соображают в этой жизни. Потом все другие, новое поколение, каждое считает, что с них начинается эта жизнь, что они только открывают мир по-настоящему. Будет ли конец света? Ну вы все знаете. Ну откуда я могу знать-то? Ну как, вы мне сейчас всю историю создания мира рассказали. Ну если создателю не понравится то, что он создал, то он может нас смахнуть с лица земли одним движением. А как смахнуть, подождите? Да легко. Ну если он мог создать этот мир, наверное, он может его уничтожить. У Герберта, у Френка Герберта в Тюне, у него дано определение того, чем ты владеешь. Ты владеешь только тем, что можешь безнаказанно уничтожить. Создатель может безнаказанно уничтожить этот мир в один момент. Потому что он его создал. Когда ему что-то не понравится, как вы сказали. А может он просто вообще забыл о нас, что есть такая плоская земля, и она там где-то болтается. У него есть проблемы поважнее. Ну у нас же работают светильники. Если он нас забыл, светильники-то продолжают работать. Луна светит своим светом, Солнце светит своим светом. Они же работают. Сама система-то тоже работает. Снизу все подогревается, лава течет, на извержениях вулканов. Магнитные поля работают. Откуда течет лава, если земля плоская? Из-под земли. Ну вот корочка наша, она же тоненькая очень. Если она плоская, то сколько корочка? По вашим расчетам. Ну он начал бурить, когда сверхглубокую на Кольском полуострове. По-моему, на 12-м километре у них начали буры плавиться. То есть где-то километров 10-12-50. Теоретически, если продолбить, то можно вылезти с другой стороны земли. Нет. Я не знаю, что внизу. И упасть. Нет, нет, секундочку. Вы поймите, что там внизу горячо. Кто-то подогревает эту землю снизу. Какое-то устройство, я не знаю. Почему лава горячая, я не знаю. Но буриться туда вот пытались, и буры плавятся. Это опять же никто не знает. Может быть, мы вообще все жаримся на гигантском котле? Ну, смотрите, у нас же теплые моря. Вот, скажем, под Болгарией 73 градуса вода. В Исландии они вообще на Камчатке эти гейзеры бухают. И кто-то греет снизу? Мы же это видим. Земля очень тоненькая. Во-вторых, она нестабильна. Она же дышит. Приливы и отливы нам о чем говорят? Что где-то земля вздымается вот так где-то. Понимаете, да? И вода скатывается вниз. Земля опускается. То есть вот наша корочка, на которой мы живем, она еще и такая подвижная. Тоненькая подвижная корочка. На большом-большом-большом плоском блине таком. На большом блюде. Снизу подогревается какой-то горелкой. Магнитные линии идут все к центру. Сверху накрыто все куполом. Ограничено все это какой-то так называемой Антарктидой. Понимаете? А тут вода, которая стоит в этих морях. Моря-то на самом деле, вот поймите, когда вы начнете таблицу расстояний подставлять, вот как я, текст со статистикой, ну вот если нам говорят, что Земля там 12 тысяч километров радиус, диаметр, 6 тысяч километров радиус, диаметр, 12 тысяч километров, то один километр и 12 тысяч разница, понимаете? Глубина морей какая? Ну километра, полтора, два, три. Самая глубокая морянская спажина – 10. А там 12 тысяч. Понимаете, плоская, плоская. А купол из чего сделан? Никто не знает. Ну все попытки запустить туда ракету тоже сняты. Когда сами сделали ракету, она идет на 100 каком-то километре, она просто останавливается и все. И что с ней происходит? Ничего, встает, упирается во что-то. В купол? А потом куда она девается? Падает вниз еще. И разбивается? Он падает вниз, но там уже нет такого притяжения, чтобы она сразу ее резко протянула. А там внизу… У нас же эта гравитация, которая нами, она на каком-то расстоянии работает. Потом она перестает работать. Там наверху, где-то на километрах, наверное, 40-50, можно уже болтаться практически без притяжения к Земле. А что сделать, чтобы разбить купол? Потому что все-таки хочется выбраться и посмотреть, а что там? Чего? Разбить купол? Вы самоубийца? Я нет. Самое плохое, что мы можем сделать, это разбить купол. Ну, вы не знаете, что там. Зачем же делать что-то, если вы не знаете, что там? Интересно. Из интереса? Ну, давайте прыгнете с небоскреба из интереса, посмотреть, легко лететь. Но вы же знаете, что вы разобьетесь. Вы хотите испытать ощущение свободного падения? Вы же не знаете, вы не испытывали раньше. И тут решили испытать. Но вы знаете, что в конце разобьетесь. То есть мы не знаем, что за этим куполом вообще. Я не знаю, нам это не дано. А если мы не знаем, то как вообще можно понимать, что тогда есть еще какие-то планеты? Как мы видим вообще тогда что-то из этого купола? Как мы Луну видим, если над нами купол? Ну, как она прикреплена, и все, вот светильник светит на вас, и все. Своим собственным светом. Она движется, там, купол подвижный. Он гуляет, ходит как-то по своим законам. Я не знаю, как. Ну, что-то Луну кто-то прикрепил. Конечно. Она прикрепит только поэтому... А с чем? С суперклеем? Я не знаю, как. Ну, не знаю, как он так закрепил, создатель. Но то, что она крутится, вертится, светит своим светом. Она же не отражает свет солнца. Вот вы рассказываете, и становится еще интереснее. Что там за куполом, за землей, за огромной ледяной стеной? А зачем вам это? Ну, вы же этим интересуетесь, рассказываете. Я говорю, как устроено здесь. То, что я вижу, и то, что сообразуется с моим мировоззрением. Один раз вы сказали по поводу полетов в космос, что их не существует, что это все какой-то заговор. И про Гагарина вы упомянули, что в чем его заслуга? Он просто лежал. И вас раскритиковал Алексей Леонов. Стоп, стоп, стоп. Вот опять начинается. Гагарин был готов лететь. Он прошел всю эту подготовку. Как это что? Мы говорим, Гагарин там. Я не говорил совсем другое. У нас была передача целая. Мы целый час общались, как с вами. И меня спросили они, кого из людей прошлого века я бы вот в России поставил на первое место. Я говорю, конечно, Гагарина. Потому что правители всякие уходили, менялись. А Гагарин – это символ. Единственный россиянин, которого положительно воспринимал весь мир. Мы через Гагарина подписали кучу контрактов. Улыбка Гагарина – это вообще был символ всего. Это как бы вот более значимого человека я не знаю. Единственное, чего не надо делать, это сравнивать полет Гагарина с тем, как летают сегодняшние космонавты. Они же на пылесосах катаются, они там в админтон играют, по полгода крутятся и так далее. Гагарин же ничего этого не делал. Он в ракете просто лежал, потому что там весь полет, как нам рассказывают, шел в автоматическом режиме. Академик Рашенбах, по-моему, писал, что полетная инструкция для первого космонавта состояла из четырех слов. Ничего руками не трогать. Он действительно там, как нам говорят, что он лежал. Поэтому, говорит, сравнивать не надо. Эти по полгода болтаются, а он в ракете просто лежал. Они взяли последнюю фразу, что Гагарин в ракете ничего не делал, а только лежал. И дали ее анонсом. Пошла жуткая реакция. Ты кем себя возомнил? Да что ты такое творишь? Я звоню туда, в редакцию. Говорю, ребят, а когда пойдет фильм, чтобы люди поняли, что эта фраза выдрана из контекста? Они говорят, а нам достаточно того хайпа, который мы получили, мы ее даже монтировать не будем. Понимаете, уровень подонства какой? Уровень гнусности. Что я говорю об одном, они выдрали и все перевернули с ног на голову. Но даже если так рассуждать, то получается, все сказанное с вами уже разрушает версию о том, что Гагарин был в космосе. Это сложный очень вопрос. А где он был? Его жена сказала, что не был. Ну, я как могу сказать? Его жена сказала, что Гагарин был в космосе. Конечно, да, в интервью американскому телевидению. И потом, вы поймите, мы же не можем сейчас говорить о том, что космонавты врут или не врут. Они все люди в погонах. Вы понимаете, у нас нет гражданской авиации, нет гражданской космонавтики. Все эти люди давали присягу. В военном деле нет понятия вранье. А есть дезориентация соперника, противника и так далее. Это все работает на определенную систему. Эти люди подписку давали. Они находятся в определенных обстоятельствах, в условиях, которые они не в состоянии нарушить. Поэтому, когда вы спрашиваете военного человека, и он вам что-то говорит, вовсе не факт, что он вам говорит какую-то правду. Он говорит то, что ему предписано его положением, званием, инструкцией. Ну, вот, а вы давали какие-то расписки? Поэтому я и говорю, что я-то спокойен сейчас. Я спокойно говорю то, что думаю. А зачем вы их подставляете тогда? Кого? Военных, которые дают расписки и знают, что все это засекречено. А вы берете и рассказываете. Что я рассказываю сейчас? Что земля плоская, что купол, что есть ледяная стена. Это не я рассказываю. Зайдите в интернет. Я же ни одного нового сведения не дался вам сейчас. А почему вы доверяете этой информации? Потому что она сообразуется с моей логикой. А то, что мне говорится, оно не сообразуется. Потому что законов всемирного тяготения не существует. Потому что луна с земли не притягивает. Земля не притягивает воду. Луна не притягивает воду. Вот это я все вижу. Я вижу, как текут реки. То есть то, что я вижу, сообразуется с моим понятием. А зачем вообще развенчивать этот миф? Я не развенчиваю. Вы спрашиваете, я отвечаю. Я что, сам начал об этом говорить? Нет. А то же вы меня спросили. Конечно, мне интересно. Ну, я вам интересно, я рассказал. Но доказательств вашей теории я так и не увидела. А как я могу вам доказать? Доказательства – это где-то, я не знаю, научное открытие чьё-то, которое бы сказал, да, действительно так. Зайдите в интернет и всё увидите. Сейчас везде всё есть. Я же бы даже назвал книжку, которую вам надо прочитать или посмотреть ролики на эту тему. Всё доказано. Всё с выкладками. Всё со всеми... А если всё доказано и с выкладками, если космоса нет и всё это фикция, то зачем тогда продолжают заниматься этим космосом, полётами, рассказывают о них? Ну, это целая индустрия. Как можно обрушить целую индустрию? Вот, зять, сказать сейчас НАСА на самом деле не существует. На самом деле всё, что они занимаются, чистый распил бабла. Понимаете, что будет? Рухнет, рухнет полумерить. Почему? Потому что на это истрачены огромные деньги. У нас та же самая ситуация. Вы же понимаете, что это всё работает. Мало того, ведь вы понимаете, космос очень однобоко, так как это люди в погонах. Ведь эти исследования не просто так. Ведь откуда всё взялось? Надо было донести ракету до определённой точки зрения, для того, чтобы в ней была бомба. Ведь мы начали же говорить, что самое главное это что? Что это военная космонавтика. И когда вот эта ракета взлетает туда и летит, она не просто так летит. Она летит, и об этом знают наши противники, но они не знают, что у неё внутри. Если внутри есть бомба, то это наша с вами безопасность. Если они знают, что мы можем в любую секунду донести этой ракетой нужный нам заряд, то, соответственно, у них пропадает всякое желание на нас нападать. Поэтому, когда мне говорят «фейковая космонавтика», она не фейковая. Просто она ориентирована изначально на войну, на оборонную промышленность. И полёт Гагарина, вот когда мы говорим о том, что когда они увидели этот первый спутник, когда выяснилось, что мы можем ещё и запустить человека, который может нажать кнопку в нужном месте и сбросить бомбу. Вот паника началась когда. Стивен Кинг пишет, что когда этот спутник наш пролетел впервые над Америкой, останавливались сеансы кинотеатров, и люди выбегали смотреть, как летит вот эта штука. Они поняли, что русские могут лететь не просто на ракете, а на ракете с бомбой. Наша сотрудница Роскосмоса сказала, что первый полёт наш был по значимости, по шоку, гораздо сильнее, чем Хиросима и Нагасаки. Американцы пуганули всех Хиросимой и Нагасаки, но они-то везли на самолёте свои ракеты. И все знали прекрасно, что ты можешь создать любую ядерную атомную бомбу, но донести-то её сможешь или нет? Ведь самолёт могли сбить раньше. А американцы вдруг увидели, что наши могут донести эту ракету, и они не смогут ничем на неё повлиять. Сбить-то они её не в состоянии. Она летит очень высоко. Скажите, а у нас в Роскосмосе знают, что Земля на самом деле круглая? Всё они знают, но это военная организация. Как вы не понимаете? То есть и Рогозин знает, и всё от нас скрывают. Ну, боже мой, ну это военное дело. Ну, человек, я не пытаюсь влезать военное дело. Ребят, я вам тоже не советую влезть туда, в эти края. Ну, это военная организация. Там люди в погонах все. Они делают. Если им нужно, допустим, рассказать вам какую-то историю, это может, ещё раз говорю, не обязательно враньё, а дезориентация противника. Среди ваших ярких высказываний есть мнение о гимне России. Вы сказали, что он вам не нравится. А какой, по вашему мнению, нужен гимн России? Я уже объяснял это неоднократно. Ещё раз могу сказать, что любую мелодию можно использовать, если она легко ложится на уши. И эту мелодию тоже использовать можно. Но сам гимн, он не должен быть декларативным. Он не может описательным каким-то быть. Гимн, для того, чтобы он был гимном, он должен идти из сердца. В первую очередь, что бы я сделал? Я бы написал гимн, который идёт отлично от человека. Вот смотрите, очень хороший текст был «Широка страна моя родная». Он идёт от конкретного человека. Моя страна. Я говорю это. Не мы, не союз какой-то там нерушимый, каких-то республик. Это всё описательная часть. Вот от меня должно идти. Как бы я, допустим, сделал? Я бы взял 10 текстовиков хороших и предложил им написать гимн России, только без личного авторства. Знаете, как коллективный автор так называемый. Чтобы у него было там 10 авторов, но никто конкретно ни за что не отвечал, и никто не стучал себя в грудь, что это я придумал. Понимаете? И создать вот этот текст, который бы пелся искренне изнутри. Я так думаю, я так считаю. Это моя страна, это мой подвиг, это моё событие, моё действие. Вот этого нет в нашем гимне. Он о том, чтобы какая-то страна, какой-то там, какой-то союз, какие-то там где-то, где-то что-то. Мы поём абстрактные какие-то слова, которые очень трудно запомнить. Это был старый очень текст, который слегка переработали, и до сих пор многие поют старые какие-то слова. Никто их понять не может, никто их запомнить не может. Во-вторых, всё-таки есть какая-то вещь, не у всех вокальные данные, способные спеть. Славься, отечество! Понимаете? Вот эти вот арулады выпивать. А как нужно? Какую мелодию? Даже эту мелодию оставьте, Бога ради. Можно её спокойно использовать, но сам текст должен быть другим. И, конечно, более короткие должны. Ла-а-а-а-а! Вот эти все арулады. Выпивать толпой очень тяжело. А вы выступали с этой идеей вообще? Ну, я как могу выступить? Я написал об этом в сетях. Ну, как-то вот, видите, вы же нашли. Но можно в министерство культуры? Или где-то вы там с кем-то общаетесь? Да нет, ну, вы поймите, что здесь нужно было продавить определённый текст, и его продавили. А кому нужно было продавить? Чей сейчас текст? Гимна России. Михалков. Михалкову и нужно было. Скажите, а вас приглашают на какие-то правительственные мероприятия или концерты? Вот сейчас был концерт в Лужниках, Рымская весна. Понимаете, в чём дело? Самое удивительное, я нахожусь между вашими, нашими, ихними и не ихними. Меня не зовут ни туда, ни туда. Рокеры меня не считают своим, хотя у меня куча рок-композиции есть. Скажем, шансон меня своим не зовёт, не крутит, хотя у меня шансонных песен достаточно. Меня никто не считает своим. У меня там блюзов 10 штук. На блюз-мастер-фалле меня не зовут. Почему? Потому что опять же считают, что я какой-то чужой. А почему вас считают чужим? Опять же, из того, что я говорю. Но вы имеете в виду высказывание о музыке или ваше высказывание в принципе? Понимаете, в чём дело? Вот когда мы говорим, что я не принадлежу ни к какому отечению, то они все прекрасно знают, что я не буду голосовать по списку. Я не буду жить внутри этого сообщества по его законам. Я всё равно там буду белой вороной. Почему? Потому что принять скопом всё, что они говорят, пакетом я не смогу. То есть мне что-то нравится из того, что они делают, что-то не нравится. Когда я пишу в рок-фестивале, допустим, нелицеприятные какие-то вещи, я не знаю, что я против рок-фестивалей. Но я говорю, что они организованы мерзейше. И сам по себе этот рок-фестиваль это такое действие, которое всё-таки надо с больших площадок убирать. Пример Вудства к этому показателен. Вот это 69-х годов. Оттуда идёт это всё. Это всё очень негативно. А почему негативно, кстати? 400 тысяч человек сидят на поле. Три дня. Здесь сидят, там писают, какают. Рядом трахаются. Запах такой, что просто вот стелется, дым такой. Пускать туда ребёнка, а они все дети там, от 15, ну там большинство их детей, я бы ни в коем случае не пустил. Ну, на наших-то фестивалях по-другому. Нашествие? Ну, а что там, водку пьют, в грязи лежат, я знаю. Ну, а как вы думаете? Он в позапрошлом году вообще утонул совсем. Природа была, само название нашествия. Русь сколько нашествий видела, всех победила. Само название жуткое. Понимаете, если вы даже не в состоянии назвать, как вы можете организовать всё толком, если даже названия у вас, мозгов, не хватает придумать? Что такое нашествие? Нашествие саранчи, нашествие татар, ну, нашествие этих рокеров. Хотя я говорю, как человек, который понимает в этом, который знает рок-музыку от начала до конца. Книги об этом могу писать. Я вам говорю, правильно всё организовано. Как я могу быть ихним? Теперь опять же, я не поддерживаю всё, что делает наше правительство. Я ярый антиваксер. Два моих последних ролика заблокированы на эту тему. В Ютьюбе были. Почему? Потому что не соответствует нормам, принятым в нашем государстве. Понимаете? Как меня можно приглашать, если меня блокируют, за антигосударственное высказывание. А вы болели, кстати? Бранхитом, как и все. Нет, ковидом. А никто не болел ковидом? Ну как же, я два раза болела. Да не ковидом вы болели, а чем-то другим. Ну как, у меня тест показал, что у меня было ковид-19. Я ходила тестом. Первый ПЦР-тест. Кэрри Мулис, который создал ПЦР-кесты, сказал, что они не годятся для определения, болеете вы или нет ковидом. Кэрри Мулис, который их создал, сказал, он запретил их использовать для этих целей. ПЦР-тест – это фигня, которая для исследований, но он очень хорош, для длительных исследований. От какого вируса тогда умерло столько людей? От неправильного лечения. Об этом тоже не я сказал. Владимир Зеленко, американский доктор, вылечил там 7 или 8 тысяч человек от того, что мы называем сегодня ковидом, включая президента Бразилии и Дональда Трампа. Вы знаете, какая у него смертность? На 7 тысяч человек. Одна бабушка умерла, 86 лет поздно привезли. От ковида не умирают при правильном лечении. Если вакцину делать не надо, то тогда как лечить? Кто ему сказал, что вакцины делать не надо? Вакцина – это бактериология. Она к вирусам не имеет ни малейшего отношения. Вакцина – это лечить против бактерий. Вот я и говорю, что если… Меня так называют. Но я не против вакцин, которые работают с бактериями. Или против бактерий. Их для того и создавали. Существует определенный протокол создания этих вакцин. То, что нам кололи, это не имеет ни малейшего отношения. Это вообще вакцина не называется. А что нам кололи? Шмурдяк. Народ его так назвал. Химическая смесь, которая вызывает выработку огромного количества антител. Это болячка. Болезнь. Та же самая болезнь, против которой начинает бороться организм. В этот момент он выделяет большое количество антител. И любая залетевшая извне какая-нибудь бактерия тут же убивает с этим количеством антител. Но Люк Монтанье, главный специалист по иммунодефициту, который его описал и получил за это Нобелевскую премию, он сказал, что трижды вакцинированные смело могут идти сдавать анализы на СПИД. У них нет иммунитета. Он убит вот этими вакцинами. Мы не... Наши силы не безграничны. Создавая огромное количество антител, мы таким образом один, два, три раза мы убиваем свой иммунитет. У меня такой вопрос. Скажите, а почему нас все время обманывают? Про космос врут, про Землю врут, про вакцины врут, про ковид тоже врут. Какой во всем этом смысл? У всех есть какой-то смысл, которые вам это все говорят. Ну, скажем, про вакцины. У нас в первые три месяца было истрачено три с половиной миллиарда рублей на создание вот этой вот химической беки, которую они сделали. Поймите, еще раз говорю, что создание вакцины на 5-6 лет. Я могу рассказать о механизме создания. Они создали ее якобы за 2-3 месяца, не проводя никаких исследований. Мало того, когда вы вас вакцинировали, если вы вакцинировались, то вы подписку давали о том, что вы сами предоставляете для экспериментов собственное тело. Мы просписывались. Вас не имели права колоть без вашей подписи. То есть мы все жертвы эксперимента? Конечно, на нас экспериментировали. На нас ставили эксперименты, выжим и не выживем. Кто-то не выжил. Поэтому все это кому-то нужно. Те деньги, которые были истрачены на всю эту компанию, это гигантские деньги. Там есть что пилить. Посмотрите декларации о доходах. Люди, которые были связаны с вакцинацией, с этой, они заработали в 5-10-20 раз больше. Не могу не спросить вас немного об истории. Раз уж вы разбираетесь в стольких аспектах жизни, то наверняка расскажете вот обычным зрителям и моего шоу, почему поссорились Россия и Украина. Ведь истоки уходят. В прошлом веке там, да, все начиналось. А кто вам сказал, что ссорились Россия и Украина? Ссорились Россия и Запад. У нас же западники и славянофилы были всегда. У нас же война, вот это вот первое, ну, тех, которые мы знаем с 712 года, это же тоже была война Запада с Востоком. У нас же есть русская ментальность, Россия так называемая, которая была изначально. Ну, я даже сказала, не поссорились. А потом Запад, который все время пытается Россию поднять. Я имела в виду, даже не поссорились, а откуда взялась такая вот ненависть двух народов друг к другу? Если взять... Да не было этой ненависти, пока ее не раздули. Секундочку, ее же раздували. Ну, вот смотрите, если вы возьмете исторически, просто посмотрите. Начал все это Хрущев. Ну, во-первых, там всегда была определенная часть, которая ненавидела Россию. Вся эта Галичина. Все эти вот эсэсские батальоны, которые там были, они же были все разгромлены когда-то. Многих арестовали, посадили. Хрущев же через 10 лет их выпустил. И даже они не были поражены в правах. Им разрешили преподавать. Эти люди, которые воевали с нами и убивали наших красноармейцев в войну, они вернулись из лагерей и стали педагогами. Они снова начали накачивать вот этим антирусскими всеми настроениями, создавать их. Никто с этим не боролся. Украине дали карт-бланш. Она сама внутри создавала вот эту вот нацистскую и фашистскую идеологию. Но мало того, Западу это все понравилось. Они вдруг подумали, что ее надо... Украина по-наду-се. Смотрите, они же развернули ее по-наду-Россия. Запад очень грамотно в этом правиле не сработал. Они всегда уже на дипломатическом фронте работали очень толково. Украина по-наду-се превратилась в Украину по-наду-Россия. И они стали это все подпитывать, подпитывать, подпитывать и подкачивать. Потому что, если бы Украина по-наду-се, это Украина и по-наду-Германии. Это Украина по-наду-Америка. Понимаете, да? Поэтому лозунг этот был извращен, развернут, и создавалось определенное количество людей, которые считали, что они жизнь могут посвятить перемоге над Россией. А так как они по-наду-России, соответственно, все, что относится к русскому миру, все это как бы менее значительность. Менее значимые жизни сепаров, колорадов и так далее. Ведь когда сожгли людей в Одессе, то шашлык из колорадов продавался, ну, как бы делался этот, в кафе у них висели ценники, шутили на эту тему. Понимаете, да? Москаляку-нагеляку ребенок не понимает этого лозунга, но когда они все вместе скачут, есть такое понятие стадный инстинкт. Ребенок не знает, он не очень точно представляет себе, кто такой москаляка, и почему его надо нагеляку. Я в него не враг, но я москаляка. И они хотят меня убить. Они хотят повесить меня. Почему? Потому что я отношусь как бы к более низковой категории людей. Даже сама Украина внутри Украины, она всегда была разделена на три части. Как бы есть Галичина, настоящая Украина, есть такая средняя часть, второго класса, это Киев, и совсем последняя, это восточная Украина, третьего сорта Украина. Поэтому Галичина относится к ним так. И это все подкармливалось очень долго. Запад это все стимулировал. Но подождите, если вспомнить историю, то был еще голодомор, который, по мнению украинцев, устроил им Сталина. Ну правильно, им нужны были какие-то манки, кого-то надо обвинять. И смотрите, у нас в Воронежской области каннибализм был. В 31-м году люди жрали друг друга. Вся страна была в страшном голоде. А там Сталина выставляют как эффектного экономиста? Нет, конечно. Ему надо было восстанавливать страну, поднимать промышленность, за счет чего нужны были деньги, за счет обеднения крестьянства. Пришли, собрали все, матрос Давыдов поехал на Целину, поднимать это все, с наганом пришел, отобрал фуражное зерно и так далее. Вся страна в голод страшный упала. Страна, которая кормила пол Европы к 31-му году, вдруг стала нищая с точки зрения сельского хозяйства. Но он разбабахал церкви, он храм Христа Спасителя снес, забрал оттуда все золото. Все это ввалили и во время кризиса на эти деньги построили газ, построили, подняли экономику, металлургию и так далее, купили заводы на эти деньги. Но свое-то крестьянство упало ниже Плинтуса. И Украина точно так же пострадала, как все остальные. И когда русские, ну, хороший русский Джугашвили, какой он русский Джугашвили, ему было абсолютно наплевать, что на русских, что на украинцев. А какого политика из истории России вы считаете самым полезным для страны и самым крутым? Александр Третий, наверное. Вот как вы далеко капнули. Ну, наверное, да. Александр Третий, по-моему, самый толковый. Почему так случилось? Он же не хотел быть правителем, он был там четвертым по списку или третьим. Вот. И когда на его глазах практически убили отца, выяснилось, что он вдруг стал управлять этой огромной страной. Но вот он из всех этих правителей, несмотря на то, что корни у него уходят туда, вот, в англосаксонское, в этих дебри, тем не менее, он считался настолько русским, вообще по-русскому, вел себя как русский. Скажем, это ему принадлежит фраза, что у России нет союзников, у него только два союзника, русская армия и русский флот. Он сразу начал действовать так, как вот действовал бы очень толковый руководитель. Он не взялся за управление теми отраслями, и в которых плохо понимал. Так как его готовили к внешней политике, он все-таки изучал это и был готов к военному делу, вот это взял на себя. А остальное отдал в руки профессионалов. Откуда потом пришел Столыпин со своими реформами? Вот. И он, конечно, вот эти профессионалы быстро подняли страну. А он сам сделал вот что. Он, во-первых, убрал всех этих вот людей, с которых мы начали разговоры. Ему говорят, это не либерально, это как-то не по-европейски так относиться к людям. Он говорит, будут висеть на столбах. И всех, всех вот этих вот ребят, которые вякали из-за угла, он всех собрал и посадил. Кто не смог сбежать, кто сбежал, потом уже вякали из-за границы. И все революционное движение при нем сдулось в одну секунду. Первое. Во-вторых, что он сделал? Он вывел все наши войска из-за всех внешних компаний. И вдруг выяснилось, что все эти европейские войны, они хороши только тогда, когда можно подставить русского солдата туда. Как только его убрали, сами они воевать не хотят. Вот. И все войны сразу прекратились. На Балканах все сдулось. Наступил мир и порядок. Почему? Потому что Россия занялась своими собственными проблемами. Она резко дунула вверх и к 13-му году мы по темпам развития опережали все страны мира вместе взятые. Вот я говорю как экономист. А вам кажется, что сейчас можно так же использовать сценарий? Нет. Почему? В чем различие? Различие в том, что идет война сейчас такая с Западом. Ну, идет конфликт на Украине и война с Западом, скажем так. Американцы хотят доминировать. Тогда их не было. Тогда Америка еще в то время не пыталась понадусю. Америка понадусю у них не было. У них сейчас этот лозунг. Они сейчас говорят, что мы самые главные, мы никого не слушаем, они выходят из всех договоров, они делают то, что хотят и говорят, что имеют на это полное право, потому что они как бы самые великие. Сейчас немножко другая ситуация, и мы обязаны с этим считаться. Что сделать России, чтобы одолеть Америку? Нам надо убедить Америку, что не они самые главные, а что у нас несколько центров силы, и тем более Китай тоже уже не согласен с этим утверждением. Что у нас несколько центров силы, и что сейчас ни одна страна не может доминировать и быть главной на планете. Потому что есть Россия, есть Китай, сейчас поднимается Индия очень быстро, одна из ведущих экономик сейчас мира. Сейчас вообще в принципе, наверное, многополярный мир надо строить, который будет уже управляться по каким-то общим законам, и чтобы, если кто-то вдруг захочет подмять что-то под себя, чтобы весь остальной мир был против. Вот эту систему надо создать. Вы разбираетесь в стольких областях жизни и науки, а никогда не хотели быть научным деятелем, политологом, я не знаю, там еще кем-то, а не петь песни? А кто будет хорошие песни писать, если я этим не буду заниматься? Некому. Ученым вы не мечтали быть? Нет. Зачем я буду сидеть сейчас, скорпеть над этими книжками? Сейчас все есть, в интернете. Тогда ваше имя бы вписали в историю золотыми буквами, как человека, который открыл, что Земля круглая, что космоса нет, что ковида тоже нет, и куча еще все. Сейчас это делается по-другому. Раньше надо было книжку читать, а сейчас никто не хочет книжку читать. Поэтому и писать, и, соответственно, писать книжку нет никакого смысла. И смотрите, раньше как девушка приходила в парк, брала любовный роман, занимала позу и четыре часа погружалась в это чтение. Поэтому нужен был вот тот роман, который заставит ее погрузиться в это чтение. Сейчас где они читают? В метро, в телефоне. Поэтому более важно сейчас, для того, чтобы донести свою мысль, делать короткие такие вещи, которые можно увидеть в телефоне. Когда он стал писать свою книгу, мне сказал один грамотный человек в литературе сведущий, он говорит, не пиши длинными такими-то абзацами, не пиши длинными главами, пиши коротенькими такими главками, чтобы любое твое чтение можно в любом месте было прервать. Ну, грубо говоря, на одну посадку в туалете, чтобы твоя главка вмещалась. Сел, пять минут прочитал, закрыл, пошел дальше, отложил книжку, взял снова, когда понадобится. Как думаете, кем вы останетесь в истории? Музыки, шоу-бизнеса? Сейчас очень многое зависит от того, как тебя подают. Если тебя подают Шутом Гороховым, и этим занимаются все, то ты и будешь Шутом Гороховым. Если они берут и из моего часового интервью вырезают одну фразу, и она остается потом, то, конечно же, все считают, что я придурок, который ляпнул такую ерунду. Но я всячески пытаюсь всем доказать, ребят, возьмите любое интервью целиком, послушайте. Не вырезку какую-то. И смотрите, что еще делают журналисты. Даже если я даю какое-то интервью и говорю какую-нибудь толковую фразу, для того, чтобы эту фразу читают, у меня есть ролик на эту тему, ему дают громкий заголовок. А ведь большинство людей читает только заголовки. И поэтому, если я что-нибудь говорю с вами на тему какую-нибудь важную и рассказываю какую-то хорошую вещь, то в заголовке это будет подло. Вчера Лоза набросился, разбабахал там, урыл, для того, чтобы это начали читать. То, чего близко, нет в самом разнообразном, в нашем разговоре. Но зато у всех будет прекрасная возможность целиком услышать ваше интервью. Не вырезанные кусочки, а вот где вы разберете... Это если их прочитают, но им хватает одного заголовка. А тут не считать, надо осмотреть. Нет, смотрите, алё, тут что получается, человек берет, отсматривает новости, считает, что он же все знает. Вот он пробежался, открыл какой-то там новостной портал, посмотрел, ага, Байден, Байден, Путин, это, утонул и утонул, разбежались, спортивные новости, все, он знает о том, как устроен мир. Он все подключает в заголовках. Но в ютубе интервью все-таки смотрит. Поэтому я очень рада, что сегодня вы у меня были в гостях. Уж сколько я сегодня узнала, что пойду, наверное, ночью смотреть все ваши доказательства, фильмы и искать еще какие-то источники. Хорошо. Спасибо вам большое. Ребят, смотрите канал «Супер». В нашем интервью с Аленой было много интересного. Подписывайтесь на канал, комментируйте и до новых встреч. Устали? Ну, ножки затекли. Ну, столько мы тем обсудили. Ой, ножки затекли. Я пойду теперь искать доказательства, что ледяная стена есть и купол. Субтитры сделал DimaTorzok